Аксен Кужалеев сделала рыжовку современную. И она получилась на тот момент в 90-х годах какая-то вообще волшебная. Я ее исполняла в больших залах, в Лужниках. Я исполняла тогда как раз с Агутином, он пел там свои вот эти вот песни. Я вот исполняла ее. И она вызывала такой отклик у зала. Все слышали слово Аллах, но не понимали о чем. Даже татары, потому что это же фарм кандалы, старинные там татарские слова. Да, это стихотворение о том, как отец отправил своего сына в медресе учиться. И очень скучал по сыну. И говорит, что у меня лицо пожелтело, как я скучаю по тебе. Я понимаю, я ее так исполняла, она везде во всех редакциях так скучала. Но мы считали, каждый ее считал на свой лад. Кто-то считал, что она обращение к любимому. Кто-то считал, что это обращение к родителям, к родине. Но мы никого уже не изменяли мнению. Но главное, что человек... Вот поэтому она стала какая-то... Я просто помню, ко мне приходила куча письма из редакции, мешками. Все спрашивали, о чем эта песня. Вот. Но я перевод знала, мы так рассказывали, на каком языке все спрашивали. На каком языке вы поете? На татарском. Мне это было очень приятно. Я об этом всегда говорила. И что это все-таки о нашей религии. И я хочу сказать, мы никогда не стеснялись. Вот я на сцене, у больших залов. Ну, это сценический образ. Вот обращалась, подняв руки. Вот Аллах, да, и там как раз мы дожили, за шаром кандалы. Обращалась к нему, чтобы побыстрее с ним встретиться, просил, читал дуа. Вот как раз это и было. И вот, наверное, вот с этих песен и началась, я о чем говорю, вот эта вот страница, которая перевернула жизнь моей творческой, подвигая меня к консамблю духовной музыки Медина. Затем получилось так, что я уехала в квартиру, вот приобрели Бутова. И у нас, в корпоративном доме, соседями оказались семья. Отец был сирийц, и мама была русской православной, она училась. Двое детей там было. Абжас и Назиль. Они учились как раз в школе, вот на улице юности есть, при Саудовской Аране. И мой сын Ильясов, ему очень тоже захотелось, вот как-то что-то они вместе уезжали, дружили. И мы его туда, он первый класс закончил в школе российской, там рядом. И они, значит, пошли вместе вот с этими ребятами, к ним приезжал автобус. Вы знаете, наверное, все знаете об этой школе. Она на улице юности, недалеко от Рязанского проспекта, от Новогиреева. Многие там детишки татарские заканчивали. Но в основном она была, эта школа для арабских детей, чьи родители работали здесь, в России. И вот он поступил туда, и очень так стал хорошо заниматься, потому что для меня было удивительно. Там все учебники на арабском языке. Русский язык у них начинался как иностранный, с шестого класса. Я, конечно, в ловушке. Но он приходил, получал хорошие отметки, у них там была 100-балльная система. И мы ждали, думал, ну как, не получится, заберем, а у лавашки. И в это же время, значит, если я рассказываю о моей жизни, это, наверное, недели, я самые вот такие ключевые моменты рассказываю. До этого еще, вот опять же, у меня говорят же, когда человек что-то в душе, о чем-то мечтает, хочет его, как бы, Всевышний ставит на этот путь и, соответственно, обстоятельства ему предлагает. Когда еще сыну было год, меня пригласили, мы жили на Лизанском проспекте, Выхино. Детский сад открылся, Выхино, мусульманский детский сад. Там директор еврейка, приняла ислам и очень, как бы, вот к этому, всей душой к этому относилась. Вот действительно всей душой. Она сдала даже в мечети пяти имамам суры. Ей подошла и так нельзя, не просто скажи, да, и дала Мухаммадра Суева. А еще ее проверяли на ее вот знания сур. И ей доверили тогда этот детский сад. Ну, там были, типа, спонсоры такие крепкие, вот это тоже ваш сын Марат, да? Да, мама, училась, все большие. Вот тогда я и говорю, ну, я же сын маленький. Ну, что? И сейчас у нас очень известный в Восточном округе Ямбайг Гаяц Авеевич. Он, как раз от Аталь, был таким инициатором, видателем. То есть, я купил потребитель. Он организовал этот детский сад. Мы там. Приходил к нам Хасан Хазряд из вот исторической мечети. Приходил Муфти Хазряд, Шейкл Равиль Винудин. Обучали нас, вот собирали в большом зале. Обучали нас намазу. Вот как читать правильно. Обучали нас суром. Прям в классе собирали. Вместе детьми, всех преподавателей. Помните? Вот прям по сто раз. Мы повторяли это по сто раз. Хочешь, не хочешь, выучишь. И писать. Вот мы всего там учились. Намас мы умеем читать. Все умеем читать. И здесь я... У нас были, правда, проповедники приезжали из разных... Тогда как раз только вот вливались в Россию, в Москву. Все вот всякие фонды из Сирии, из Египта, из... Откуда? Из Таджикистана очень много. Почему-то вот таджики были. И они нас, значит, обучали русское кольцо, сдевать платок. Я надела платок. Вот мне немножко было, честно говоря, неуютно, да? Потому что, наверное, концерты были, еще что-то. Я начала читать намаз. Сняла платок. Вот так получилось, что мне сказали, не надо тебе платок. Вот здесь тебя и приняли, здесь, там тебя и не приняли. В общем, как бы вот так. И сняла платок, и мне сказали... И перестала читать намаз. Думаю, ну как же я без платка буду читать намаз? Как-то неправильно это. И, в общем-то, вот опять занималась, пела, но не делала этого. Вот сейчас возвращаюсь. Затем мы этот сад закрыли. Ну, там, конечно, неприятно было. Из-за того, что у Курван-Вайран был летом, и мы все это производили. Вот этот ритуал прямо на территории детского сада. И там соседи. Ну, естественно, крик животных был. Написали, санкетинская станция, и вот сад закрыли. Но то, что нам там дали, вот обучили нас намазу, обучили вот правила, научились урок, учили читать. Это, конечно, очень большое дело. Потом мы с мамой еще ходили тоже на курсы 1405 года, закончили арабского языка. Там преподаватели уже были наши профессора из ЕМО. Российские. Тоже есть такая у нас корочка. И, ну, все это осталось внутри. И вот сидела и ждала какого-то своего часа. И вот перехожу сейчас вот на то, что сын пошел учиться в школу при Саудовской Аравии. И у меня, я очень дружила, ну, естественно, с музыкантами. Был такой музыкант, но он сейчас есть, он, правда, в здании журнала Марат Цельфуддинов. Он тогда был такой один из своих саксок ансамбля музыкантов. И много они писали, мои песни, они в Германии тоже, сочиненные много, возили известные английские, немецкие исполнители. Диски привозили. Ну, он был парень такой, настоящий музыкант. Мне говорят, почему ты не такая крутая цена, чтобы все рок-н-ролли. Я говорю, ну, мне это не нужно. Я устраиваю, потому что у меня есть семья, у меня есть родители, у меня есть ребенок. У меня... Ну, каждый выбирает свой путь. Для того, чтобы быть на сцене, не обязательно быть каким-то там, вот, уж, коробки-юбки носить, что-то такое делать. У меня это было уже мое чисто такое воспитание. И я все время противилась. Говорю, ты хороший музыкант, но это вот не наше. И вдруг приезжает Марат. Останавливался, он все время на Арбате, на Новом Арбате. Какие-то спонсоры. И вдруг он говорит, все, приезжайте. Вот, только с чаем, с тортом я, значит, встал на путь из славы. Все читаем о вас. Аль-Хаммедля, мы очень обрадовались, приехали. Он же там из набережных членов. И там, ну, в общем-то, Аль-Хаммедля, я его вот так вот, я бы понял, что мой путь, что-то я неправильно делал. И я вот сейчас четко все вот так вот буду делать. И мне тоже говорит, Найля. И они приехали к чему-то супругу. Рашата, она изготавливала куклы, куклы. Вот он встает на намаз, он говорит, в осени. Ты почему-то намаз не читаешь? Я говорю, ты же все знаешь, Ланя, мы давно дружим уже, умеешься, все делаешь. Я говорю, ты знаешь, вот я не могу платок надеть, вот так в жизни. Он говорит, ты знаешь, платок надеть, это, говорит, сунно. Это не деда, ты скажешь, но не читать намаз, читать намаз, это факт. Ты, говорит, сейчас, большая грешница. Это ты, говорит, придет к тебе, наденешь, но вот часто ты сейчас не делаешь этого. Это ты, говорит, подумай. Какой молодец, как он мне быстро так вот раз и все это вот душил. Мы встали на намаз с семьей, почитали утром. И приезжает мой сын, он уже год отлечился в этой школе, с благодарственным письмом. Написано, что, я опять объясняю, потому что мы вообще не арабским, ничего не знали, а у них там, у него постоянно хорошие баллы. То есть там 100 баллов в системе, 99, 98, 100. Что, на русском, на радужском языке, благодарим родителей за такое хорошее воспитание, за такого сына. Вот первый день я встала на намаз, осознанно. Я, конечно, расплакалась. Я думаю, аль-хам-дуля точно уже вот так вот пришло это время. Это было 90 часов в году. Аль-хам-дуля, и вот тут я уже не могла, что без этого я не могу жить. И это уже не важно, чем я занимаюсь. Вот как я веду себя. Я многим тоже так сейчас рассказываю. Просто твоя судьба. Я никому ничего не говорю, никого не заставляю. Я просто рассказываю о своей жизни. Как это случилось у меня. И окружение такое у меня тоже попало. Все читают намаз. Я читаю намаз, опять же говорю. Но это опять мое личное дело. Я не буду об этом. Как я скажу, что я так? Вот, ну, вот. Уже ни разу сколько и когда ешь на гастроли, либо в поезде, и в самолете, и там в различных каких-то ситуациях. Вот боюсь очень, ну, все, кто меня понимает, пропустить. А жизнь моя, вот эта творческая, она же как, продолжается. Вот в 2008 году у меня была в Аджи Аль-хам-дуля. Тоже очень, как-то тоже получил совершенно вот неожиданно. Но, вот, я говорю, Всевышний нам посылает все, что мы не ждем, но очень приятно от этого случается. И как бы, благодаришь за то, что в этой жизни вот столько радости, что столько неотшибленностей, радостей, которые дарит тебе вот это все окружение. И затем, возвращаясь в Едине, как все это произошло, в 2005 году, на границе 5-6 года, вот фон Тихо, Ахлас, она, сейчас, Дина, Аллиудинова, я, а? Фон Тихо? Да, да, да. Верфа? Да, да, да. Они говорят, давайте, вот, наехану, вы же занимаетесь пением таким, у вас есть в препарате такие песни, Исламского БТО, я говорю, я с удовольствием, давайте попробуем набрать такой ансамбль. И вот Аман Келлахану, она назвала этот наш ансамбль Медину. Сначала мы приходили, просто пели все, так вот, за чай, потом уже отобрались те, кто действительно поют, кто, у кого есть музыкальное образование. Девочки уже, Альхамдуля, вот, Эльмира вышла замуж уже, двоих родила. Аля Исаня у нас из Казани тоже двоих родила. Он говорит, ну, ехану у нас, вот здесь. Марьян по возрасту говорит, я уже старая, я говорю, здесь мы сами даже замечаем, что здесь возраст как бы не является причиной, потому что внутри, когда ты вот этим вот махтворем, когда ты это несешь, оно, кажется, возраст здесь уже не важен. Самое главное, о чем мы вольем, и то, что мы искренне в это верим, и то, что мы сами действительно так живем. Вот это самое, пожалуй, главное. Потому что, вот расскажу просто из жизни, как-то мы исполняли в Измайлова. В Измайлова был, ну, мусульмане же, ну, мы знаем, какие течения, ишиитские, и сунитские, еще их там множество. Но нас приглашают все. Вот потому что, как мы несем слово, говорить о нашем прорыве, стало, как я сказал, о всевышнем, и, наверное, это всем понятно, это самое главное. Главное, чтобы нас не разделяли, вот так вот, не трясли. И когда вот мы, кто там были? Спанира. Анирский. А, таджики. Да, вот они, и они прямо потом подошли, как же вы исполняете, вас могут убить. У нас есть произведение, ашкады аль-лях иль-аллах, о том, что мы на русском же поем, когда еще как-то завалируем, считать, что она арабская, на татарском где-то как-то. Но мы, поэтому и стали петь на русском, чтобы было понятно всем, да, о чем и что мы никакой не короним. Они говорят, вы такие слова поете, вот как мужчины, говорят, боятся это петь, а вы, говорят, это исполняете. Мы не боимся, ахамдуля, вот как бы у нас все идет правильно. И вот до сих пор мы исполняем, я говорю, мы очень приятно, что мы сами никуда не везем, нас видят, находят. Вот мы от МИДа, от Ростотрудничества были в различных странах арабских, представляя российских мусульман. И в Иране первый раз, тоже на иранском культурном центре здесь, мы приглашали, мы выступали, мы все боялись, что же у нас такое вот, все нормально, мы приехали туда, в Тегеран. Нас тоже перед исполнением, посмотрели, во что мы одеты, что мы поем, наш эрпертуар, тоже сказали, отлично все. И вот первый наш, как раз, как раз, был бы из-за границы в Иране. Там нас приняли на ура. Потому что нет такого жанра, эстрадного. У них вот монаджаты, наши идеи, ну, у нас духовное песнопение, так как назовем с Ромской муски, они, это и есть их музыкальный жанр, который все исполнители, у них так выражаются, самовыражаются, творческие. Мы когда исполняли, они обязательно себе раскачиваются, их хлопают, дети танцуют, а после выступлений все бегом нам дарят какие-то камни какие-то, вот эти вот это вот, все все трогают, обнимают. Ну, женщины вот вообще, сержали вы из России, как вообще вы там ходите? Они говорят, а как же вы водку не пьете, а как вы к зимой не мерзнете? Вот что, рассказывают, а сам я их так спрашиваю, как же вы зимой не замерзаете? Я говорю, как? Нормально там все у нас. Ну, такие дурацкие вопросы, для них действительно, вот мы как открытие из России, еще женщины, а вы женщины, как бы там вам плавка потешает ходить? Ну, смотрите, вот я, ну, я вот в плавке, Эльмеру ходит в плавке у нас, посмотрите, какая она еще красивая, Эльмерша. Она все время так красиво залезает, она прям вот как мать, как она билля, человек, который вот уже, сам за ней уже все повторяют. Вот такая вот девушка. Хотя я тебе скажу, она есть в смешанном браче. Понимаете, главная вот сила, и мам, да, вот когда есть, и человек сам, он не должен не обращать никакого внимания, сам внутри себя понимать, что ему нужно, несмотря даже на свою там, национальность. Вот. И уже мысли потеряла, возвращаясь. Вот я думаю, что в ансамбле Медилы я как раз вот, наверное, и нашла вот то свое место, вот гармонию, в котором я спокойно, я и пою, я и общаюсь в женском коллективе, я и творю, и Аль-Хамбль для меня поддерживают такие замечательные творческие люди, это сила Хариза, она и странные песни пишет, и так же здорово пишет на тему ислама. Просто потрясающе, мы еще сегодня исполним. Вот, наверное, это и есть, в моем случае, женское счастье. Потому что вот, внучка у меня тоже, сейчас, кстати, звучит готовиться без татар-вар, самая любимая песня ее, конкурс в Инджибр-Текляре, хотя там тоже смешанный брак, но она вот полностью, я мусульманка, Аль-Хамбриджа я мусульманкой, и Суры читает все, и... КОНПАЛЦИЯ КОНПАЛЦИЯ